Итак, мы с вами продолжаем курс лекции «Динамическое моделирование процессов разработки медицинских месторождений», четвертый раздел «Основные модели фильтрации и пористой среды». Я в этом разделе умышленно не буду приводить уравнений, так как курс не предполагает, объем этого доема курса не предполагает этого. С другой стороны, хочу вам напомнить, что в курсе гидромеханики многие из этих уравнений проходили те же самые уравнения неразрывности для модели трехфазной изотермической фильтрации, конечно же, у вас было. Что касается многокомпонентных фильтраций, например, вы можете открыть различные книги, начиная с книги «Конецка» Регина Дмитриевна, она была в списке литературы, у «Азиза» есть данные уравнения и так далее. Итак, давайте продолжим. Ну, основные модели, здесь можно долго об этом говорить, в том отношении, что их достаточно много. Применение тех или иных моделей зависит от конкретных условий. Здесь приведены основные модели, это модели трехфазной изотермической фильтрации, модели трехфазной многокомпонентной изотермической фильтрации, неизотермическая фильтрация. При разработке месторождения могут применяться различные модели физико-химических процессов, с точки зрения среды у нас с вами, может быть, модель одной пористости, может быть, двойной пористости, даже двойной провинциальности. Могут использоваться химические реакции, ну и также напряжение, деформация и порог. Давайте поговорим про каждую из этих моделей чуть подробнее. Итак, первая модель, модель трехфазной изотермической фильтрации, модель летучей нефти, или, так называемая, модель плакой. Почему про нее мы с вами начинаем? Потому что, сейчас пока я о ней буду рассказывать, вы поймете, почему, наверное, в 90% случаев используются именно эта модель. Ну, по крайней мере, на данном этапе развития отрасли и, собственно, применения технических технологий. Итак, ну, во-первых, особенности моделей. Модель содержит три фазы. Нефть, вода и газ. Ну, замечательно совершенно это то, что нам с вами подходит. У нас действительно с вами трехфазная фильтрация. Вода и нефть не смешиваются, не обмениваются массой. Так же вполне себе устраивающие у нас условия. Газ растворим в нефти, то есть в нефти, то есть нефть состоит из двух компонентов, нефть и растворенный газ. Да, действительно, газ у нас с вами растворен в нефти, может выделяться по снижению давления, ниже давление насыщения. Температура постоянная. Ну, здесь сразу мы с вами видим некоторые ограничения. При этом большинство месторождений, которые разрабатываются с помощью заводнения, совершенно это условие нас с вами удовлетворяет. Гидростатические давления фазов различаются и характеризуются капиллярными скачками давления. То есть учитываются капиллярные эффекты, учитываются грифиционные эффекты. Эта модель также это учитывает. Основные возможности. Ну, во-первых, да, может моделироваться трехмерное течение нефти, воды, газа, то есть это трехмерные модели. Пожалуйста, с точки зрения среды у вас пласт может быть и просто трещинопоровый, и трещинопоровый, и трещиноватый. Вы можете использовать различные скважины. Это могут быть вертикальные, наклонные, горизонтальные, могут быть скважины с ГРФ, могут быть скважины с многостадийными. Здесь у вас нет никаких ограничений. Это никаких ограничений на использование модели и не накладывается. Учитываются упругие свойства пласта и флюидов, капиллярные грифиционные эффекты, может быть даже переменное давление насыщения. Ну, например, когда у вас высота залеза, скажем, 300 метров, это может быть актуально. Петрущиеся флюиды рассматриваются как инопоненты и как фазы, то есть, возможно, присутствие газа как в свободном состоянии, так и в растворенной воде. Ну, то есть, с точки зрения разработки нефтяных насторожений, мы с вами можем удалить и нефтяные залежи, и, например, газовые цены, когда у нас с вами есть газовая шахта. Основные возможности. И здесь мы сразу как раз-таки с вами придем к выводу о том, почему эта модель является самой распространенной. Можно моделировать упругий режим, упругой водонапорный, режим устворенного газа. Можно поддерживать давление закачкой газа, закачкой воды, то есть водонапорный. Может с вами, да, закачивается газ, при этом это может быть газоестественный, газонапорный режим, либо мы с вами можем, соответственно, поддерживать давление закачкой газа. Может быть, циклическая закачка воды, забегая вперед, в принципе, может быть даже моделирование ВГВ и переменная закачка газа и воды. Принципиально для обмечения. Вот что важно. Ну, во-первых, свойства свободного газа идентичны свойствам растворенного. То есть получается, что газ газовой шапки и газ ПНГ, покупая нефтяной газ, это один и тот же газ. И в модели Black Coil, в которой есть и фазы Coil Gas at Motor, это будет просто обозначаться как газ. На самом-то деле мы с вами понимаем, что состав газа газовой шапки и состав попутного нефтяного газа вообще, говоря, могут отличаться. И вполне себе может быть так, что попутный нефтяной газ, он тяжелее, он жарнее, чем, собственно, газ газовой шапки. Свойства разгазированной нефти идентичны свойствам конденсата. То есть, если мы с вами будем моделировать месторождение с газовой шапкой, где в газовой шапке разговорен конденсат, в процессе разработки, при снижении давления конденсат газовой шапки будет выпадать, в добычу у нас с вами будет и этот конденсат. Часть из него, понятно, что будет превращаться в остаточную или в остаточную нефть в терминах этой модели. Часть, возможно, мы будем добывать, и в добыче у нас это будет просто обозначаться как ойл. То есть, что конденсат, что нефть, это все будет обозначаться как ойл, при этом мы с вами понимаем, что по составу это совершенно разные, то есть это углеводородная смесь, но, скорее всего, конденсат, или, возможно, конденсат, например, будет легче. Модель не позволяет описать динамику фракционного состава нефти и компонентного состава газа в процессе разработки. Ну, да, действительно, то есть у нас с вами есть инфофаза, и никакие изменения компонентного состава мы с вами наблюдать не будем. Ну, так же, как и фазовая равновесие, на границе фаз моделируется с большой погрешностью, упрощенными зависимостями, не учитывая компонентный состав и соответствующие уровни и состояния. Модель трехфазной многокомпонентной изотермической фильтрации. Здесь у нас с вами уже речь идет о том, что, с одной стороны, у нас, да, так же три фазы, нефть, вода и газ, но каждая из фаз состоит из N компонентов. То есть у нас с вами нефть или газ могут моделироваться как многокомпонентные системы. Компоненты могут состоять не все компоненты подряд, а они могут как-то группироваться для того, чтобы облегчить расчеты, для того, чтобы нам хватило вычлить до мощности. При этом перенос компонентов полностью определяется скоростями фильтрации фаз. Для расчета фазовых превращений используются полуэмпирические уравнения состояния. Самое известное из них это уравнения или наиболее применяемые уравнения Пен-Пропинса и радиоконта. Здесь на слайде также приведена фазовая диаграмма. Ну, буквально в двух словах я вам напомню, как выглядит фазовая диаграмма для углеводородной смеси. Фазовая диаграмма рисуется в координатах давления, температуры. У нас с вами здесь есть область жидкости, ну, в нашем случае это нефть. Область газообразной фазы, то есть это углеводородный газ. И область двухфазного состояния, где у нас с вами присутствует, вот здесь внутри вот этой вот области, присутствует нефть и газ, соответственно, и жидкость, и газообразная фаза. Есть, соответственно, у нас с вами линия насыщения, можем ее так назвать, в английском это звучит как bubble point line. И, соответственно, линия точки росы, это dew point line. И, соответственно, визуально здесь показаны, соответственно, линии, которые у нас с вами характеризуют соотношение или процентное содержание газообразной, например, газообразной фазы. Какие у нас с вами возможны вообще в принципе ситуации по применению тех или иных моделей? Ну, первая модель, вот здесь вот она называется «мертвая нефть». Это тот случай, когда изначально мы с вами существуем где-то вот в этой области, соответственно, в левой верхней части. У нас в процессе разработки может снижаться давление, да, вот, но мы с вами не будем переходить через линию насыщения. То есть у нас с вами будет однофазная система, там будет нефть, газ из нефти не будет выделяться. Это тот случай, кстати говоря, для которого подойдет не просто даже вот здесь вот обозначено, где используется модель блокойл, где используется композиционная модель. Для этой области подойдет даже не просто модель блокойл, а вполне себе подойдет даже двухфазная модель нефть-вода. Другой вариант, когда мы с вами используем… И такая модель в английской формулировке называется модель «dead oil», ну, «мертвой нефть». Второй вариант – это так называемый «life oil», когда та же самая картинка, но давление снижается ниже давления насыщения, когда у нас с вами появляется третья фаза. Для этого также подходит модель трехфазной термической фильтрации, модель «black oil». Вот, но в процессе разработки снижается давление у нас, может даже оно снижаться не в целом в пласте, и пластовое давление быть выше давления насыщения, но, например, в призабойной зоне скважин давление останется ниже давления насыщения, и в результате, соответственно, мы с вами существуем в этой области, но мы можем использовать трехлоатоматы. Что касается газа, может быть такая ситуация, когда у нас с вами разрабатывается месторождение, газовое месторождение, у нас с вами сухой газ, мы с вами существуем вот в этой области, при снижении давления мы с вами не пересекаем в фазную область, и у нас, в принципе, газ не меняет фазового состояния. Второй вариант – когда у нас с вами газоконденсатное месторождение, и может получиться так, что у нас снижается давление, пересекается точка росы, и, естественно, у нас в пласте выпадает конденсат. И третий вариант – когда мы с вами существуем где-то вот в районе критической точки, где у нас с вами крайне неустойчивая система, у нас постоянные фазовые переходы, и здесь нужно использовать композиционную модель. Вот эта вот граница между газоконденсатной залежью и эко-композиционной моделью и все здесь на рисунке, конечно, очень услугно. Принципиально, если у вас промышленный запас конденсата, присутствует промышленный запас конденсата, имеет смысл переходить на композиционную модель. Область применения. Ну, во-первых, это, как я уже сказал, для газоконденсатных залежей, ну, а также для залежей нефти с растворенным конденсатом, когда для цели разработки требуется положиться максимально точный прогноз в фазах превращения пластовой смеси. Например, это газоконденсатное месторождение, как я сказал. И, ну, второй вариант – это для системы разработки или системы воздействия на пласт, существенно использующих фактический компонентный состав пластовой смеси. Ну, и здесь, как пример, например, закачка газа в нефтяные месторождения, мы с вами понимаем, что эффективность газовых методов, ну, один из основных факторов, который будет влиять на эффективность газовых методов, это, конечно, возможность достижения условий смесимости, ну, или частичной смесимости. И здесь, конечно, нужна нам уже будет композиционная модель для того, чтобы мы с вами могли моделировать эти условия. Далее. Модель неизотермической фильтрации. Неизотермические фильтрационные модели являются расширением более простых изотермических. А вот, самая главная отличительная особенность, что у нас добавляется уравнение, связанное с расчетом текло-переноса, и ведется расчет динамики трехмерного политемпературы. То есть, если в предыдущих моделях у нас с вами в пласте рассчитывается насыщенность и давление, то здесь у нас рассчитывается насыщенность и давление, и еще температура. Что нам это дает? Нам это дает возможности моделировать такие технологии, как закачка горячей воды, закачка пара, внутриклостовое горение, ну, плюс химические реакции. Ну, и здесь вот еще третий вариант. Это закачка воды с температурой значительно ниже клостовой, при высокой вязкой нефти в пласте порядка 100 мл. секунда. Ну, на самом деле здесь много написано. Иными словами, ну, представьте себе ситуацию. У вас высокая вязкая нефть, там те же самые 100 мл. секунды, вы закачивали холодную воду. Эта температура была ниже температуры выпадения парафина, и там асфальтами, вот, соответственно, у вас они выпадали в пласте, и в результате получился, снижалась и продуктивность скважин, и приемистости скважин, естественно, фильтрационные параметры пласта изменялись. Вот, и, например, в какой-то момент, во-первых, это нужно учитывать в процессе разработки, а во-вторых, может быть, в какой-то момент вы захотите перейти на горячую воду, а для того, чтобы, соответственно, с одной стороны растворить, да, выпавшие айс-поу, во-вторых, собственно, может быть, даже и здесь есть некое условие с изменением управления фильтрационных потопов, потому что, в первую очередь, вода пойдет, та же самая горячая, в те зоны, где они еще не выпадут. С точки зрения, да, здесь все слайды сопровождаются картинками, например, здесь вот красивые картинки моделирования технологии САГДИ, параграфационного дренирования, когда у нас есть две скважины, создается правая камера, и, собственно, по периметру камеры у нас с вами, они со сниженной вязкостью стекают забои нижних, то есть добывающих скважин. Какие технологии могут быть смоделированы сегодня в программном обеспечении? Модели с полимерным заводнением или физико-химические методы, здесь, на самом деле, достаточно широкий спектр различных технологий, полимерное, челочное, да, здесь можно АСП заводить, здесь можно много сутбас полимерный или просто закачка поверхностных активных веществ, здесь достаточно большой спектр, чем отличаются, да, эти методы от всего, о чем мы говорили ранее, тем, что учитывается колоссальный объем различных факторов, это и диагномические, и диффузионные, и капиллярные, гравитационные эффекты, это межфазный обмен, это, может быть, изменение свойств фитручек в цепас, во времени, в пространстве, адсорбция, десорбция, масса всего, может быть, даже образование эмульсии, химические реакции, ну, самый простой пример того, что может быть сегодня смоделировано, это, например, полимерное заводнение, когда вы закачиваете полимерный раствор, и в процессе разработки, соответственно, происходит, с одной стороны, адсорбция полимера на породу, вот, происходит, во-вторых, происходит изменение фазовых проницаемостей от концентрации полимера, и, конечно же, изменяется вязкость этого полимера в зависимости от изменения концентрации, то есть, этот процесс, знаете, существенно отличается от того, что вы просто возьмете воду повышенной вязкости и будете ее все время закачивать, на самом деле, у нас концентрация все время меняется, и это влияет и на свойства породы, и, соответственно, на свойства самого полимерного раствора. Здесь у меня в презентации небольшая история произошла. Значит, что касается способов моделирования трещиноватых породов, ну, во-первых, как это можно моделировать? Представим себе ситуацию. У нас с вами есть трещины, трещинный класс, трещиноватый полис. Вот, и как можно это смоделировать? Ну, вот первый вариант. Давайте аппроксимируем просто эффективную пористость и промоциальность. То есть, одна пористость, одна промоциальность. Чем это будет отличаться от реальной ситуации? Ну, на самом деле, с точки зрения разработки, это будет отличаться кардинально. Почему? Потому что в случае, если вы смоделируете эффективную и просто эффективную промоциальность, у вас будет условно равномерное продвижение фронта, получите, условно говоря, коэффициент извлечения нефти 30%, будете очень довольны этим. В случае же реальной ситуации, когда у нас трещина породовый класс, скорее всего, у нас в первую очередь промоциальность грещины, может быть, немножко пропитает матрицу, получите вы коэффициент извлечения до 10%, вот вам колоссальная разница. Таким образом, такой вариант нам, скорее всего, не подойдет. Давайте попробуем каким-то образом упростить модель реального пласта для представлений. При этом вроде как ввести трещину. Ну, давайте зададим какие-то специальные сеточные блоки, которые будут с высокой проводимостью. Ну, с одной стороны, совершенно замечательно у нас с вами, ну, представьте себе пласт, и у нас есть одна протяженная трещина, горизонтальная, вертикальная. Вот, с одной стороны, с точки зрения вот нового, предыдущего примера, с коэффициентом извлечения нефти, ну, вполне себе устраивающий вариант, вы получите эти 10% коэффициента извлечения нефти. Встанет другой вопрос. Когда вам нужно будет до разрабатывать месторождение, вы посмотрите на эту модель и решите, как замечательно. Давайте теперь, собственно, там, скажем, зарежем боковые стволы в области, где нет этой трещины. Ну, в реальной же жизни, понятно, что у нас эта трещиноватость, она как-то распространяется, как-то распространяется по всему объему хвоста, и в вашей модели, вы, правда, вы заложите скважину в там, где нет лично, и получите безводную, и нет, а в реальной жизни вы получите ровно те же, или близкие к тем показателям, которые были до этого. То есть высокую ободненность продукции. Поэтому самый правильный вариант моделирования двойной среды это моделирование сразу матрицы и трещин так называемой модели двойной пористости и двойной проницательности. Принципиально это выглядит следующим образом, что у вас в пласте для каждой ячейки задаются размеры и матричных блоков, и, соответственно, трещин. Могут быть различные способы задания и того, и другого. Суть в том, что вы можете... Естественно, можно задать их пористость, можно задать их проницаемость, а в результате вы в рамках практически каждой ячейки вы имеете трещинную среду, причем вы можете регулировать количество вертикальных трещин, количество горизонтальных трещин. Можете это моделировать не только в каждой ячейке, а можете это моделировать по объему задержек. То есть в какой-то области у вас больше трещин, а в какой-то меньше. В какой-то она будет, допустим, вам необходимо это для чего-то сделать, в какой-то она будет в основном горизонтальную направленность, в какой-то в основном вертикальную. То есть это возможно сделать сегодня, используя модели двойной пористости и еще они называются моделью двойной проницаемости. В чем отличие моделей двойной пористости и двойной проницаемости? Ну, модель двойной проницаемости, это вот здесь представлена она посередине, это тот случай, когда у вас фильтрация происходит и в трещинах, и в матрице, и, соответственно, массовый обмен между матрицей и трещиной. При этом очень трудоемкая модель с точки зрения вычлительных мощностей, и при том, что мы с вами понимаем, что в основном у нас с вами, конечно, приток по трещинам. И основной объем фильтрации фьюидов происходит именно по трещинам. Поэтому есть аналог модели, модель так называемой двойной пористости, но одинаковой проницаемости, когда у нас с вами движение фьюидов происходит трещинами, есть масса обмена между трещинами и матрицами. Движение в самом матрице не происходит. Несколько примеров из моей практики, чтобы себе представлять вообще, как выглядят модели двойной пористости, например. Здесь вот можно увидеть распределение пористости матрицы и трещины. Можете увидеть, собственно, значение. Здесь средняя пористость матрицы порядка 0,2, например, и можете увидеть значение пористости трещины. То есть мы понимаем, что объем трещин, здесь там 0,01 или что-то в этом роде, и вы можете увидеть, что объем трещин в пласте, он мизерный по сравнению с объемом матричных блоков. И отсюда сразу делаем вывод о коэффициентах увеличения нефти, которые мы получим при заводении, не применяя никаких технологий. Понятно, что мы промоем, скорее всего, трещины и почти никак не задействуем. Почему? Потому что, если посмотреть на распределение проницаемости, то в трещинах это могут быть единицы, а может быть и десятки дорсий. А в матрице, в данном случае, не самый удачный перемен. Связано это с тем, что здесь была модель трещины порового кавернозного коллектора, и каверны вошли, несмотря на то, что в геологической модели это был отдельный элитатив, в гидродинамике каверны вошли в поровую составляющую, поэтому все равно проницаемость достаточно большого объема до одного дорсий. На самом деле основная масса объема пласта с пористостью, с проницаемостью порядка 20 млдорсий, но есть еще каверны, которые смещают собственно эту картину. Ну и причем здесь интервал, конечно, мне говорит о значении. Ну и на что хочу обратить внимание, на то, что тот вопрос, который мы с вами будем поднимать ближе к концу курса о воспроизведении истории разработки, замечательно. конечно, да, надо обратить внимание, что чем сложнее модель, тем нужно больше данных. Это всегда так, и хуже всего, что этих данных может у вас быть. Это очень часто касается как раз таки моделей двойной поля. Почему? Потому что, ну, мы с вами и так мало знаем о распределении свойств в межслажном пространстве. говоря уже о трещинах ее матриц и о том, как они, собственно, распределены в межслажном пространстве, ну, это вопрос еще сложнее, чем просто интерполяция между скважинами, там, пористости или проницаемости. Поэтому, несмотря на то, что были вот на предыдущих слайдах показаны, построены модели, впоследствии сюда были наложены еще какие-то изобработки сейсморазведки, там, масса других исследований, еще вот такие вот линейменты с очень высокой проводимостью, да, и только тогда удалось воспринвести историю разработки. Здесь вы можете увидеть променциаемость уже под 50 даже. Безусловно, коллеги, можно обсуждать о возможности таких действий или невозможности, а другое дело, что вот в данном случае речь идет о месторождении, которое разрабатывается уже там 40 лет, а при этом к моменту, когда начали его моделировать, опять возникло неприятное количество концепций идеологического строения. Почему? Потому что речь идет о трещинопорово-кувернозном коллекторе, насыщенном высоковязкой нефти. А это всегда, и так как тогда речь идет о трудноизвлекаемых запасах в курсе повышения нефтеотдачи, например, или методов увеличения нефтеотдачи. Мы рассказывали про трудноизвлекаемые запасы, и говорили, что вот трещинопоровый коллектор, это всегда некий осложняющий фактор. Высоковязкая нефть относится к трудноизвлекаемым запасам. всегда всегда да, безусловно, да, относится, но вот всегда все ситуация ухудшается в геометрической прогрессии, когда эти факторы у нас объединяются на одном месторождении. У нас трещинопоровый с одной стороны коллектор, трещинопоровый нервнозный, есть еще и высоковязкая нефть. Ну и вот данная таблица характеризует нам сложность время расчета и опыт применения тех или иных моделей, о которых мы с вами сегодня поговорили. Ну, давайте очень кратко пройдемся. Ну, первая модель, модель не летучей нефти, трехвазной синтерамической фильтрации. Мы ее возьмем за основу. Это самая простая модель, очень быстро рассчитывается, но в частности в нашем курсе, используя не самые мощные компьютеры в рай 7 с оперативной памятью 16 гигабайт, модель 2-3 миллиона ячеек будет рассчитываться за одну пару, то есть мы с вами будем успевать смоделировать, провести один расчет в притер одной пары. опыт применения колоссальный, ну, как раз таки потому, что, как мы с вами говорили, исходя из возможностей данной модели и тех запасов, которые мы имеем сегодня, и в основном применяемая технология это естественный режим и заводение, понятно, что опыт применения колоссальный и самый большой. Далее, композиционная модель. Модель значительно сложнее. Почему? Потому что здесь сразу степеней свободы становится значительно больше, связанных с компонентным составом, с моделированием перейти свойств этой композиционной модели, с воспроизведением тех лабораторных исследований, которые были, но уже с учетом компонентного состава. и естественно вопрос адаптации он значительно сложнее, вопрос воспроизведения в принципе значительно сложнее. И время расчета. Время расчета здесь в 3-30 раз интервал. Ну действительно, честно вам скажу, видел модели, которые считаются в режиме реального времени. Ну то есть в плохом смысле этого слова. То есть день расчета модели это как раз таки день. Но это тот случай, когда модель плохо настроена, когда численные методы работают так, как хотелось бы, нужно с ними что-то делать. между прочим в симуляторе есть такое слово тюнинг как раз таки для того, чтобы управлять сомером симулятором. Вот опыт применения цель модель полимерного заводнения, средняя сложность, время расчета среднее 2, может быть 5 раз, опыт применения большой. Действительно модель является расширением модели Black Coil, добавляя различные зависимости от концентрации полимера, мы в принципе с вами можем смотизировать полимерное заводение. Модели закачки ПАВ сложнее, опыт применения низкий и время расчета увеличивается до 20 раз. Модель мизотермической фильтрации пар горячая вода, средней сложности, здесь опять-таки мы с вами должны учитывать, как мы с вами говорим, зависимость от температуры, здесь добавляется с вами и зависимость вязкости температуры, и зависимость фазового проницаемости, и теплопроводности, и теплоемкости, и породы, и флидов, и потери окружающей породы, время расчета в 3-10 раз, я бы здесь от себя добавил, что дополнительно, что может быть и в 30, здесь все, что называется, все бывает, и численные методы могут работать значительно хуже. Опыт применения средний, и последнее, о чем хочу сказать, это модели низотермической фильтрации уже с химическими реакциями, в том числе, например, внутрипластовое удаление, очень сложная модель, невозможное время расчета, ну и, соответственно, низкий опыт применения. На моей памяти у меня мы с первым строили такие модели, в частности, модели для термогазового воздействия, в результате большая часть моделирования схватилась с клинейной модели, а не трехмерные модели, а потом уже для результирующего варианта переход на трехмертную модель, причем участок, что очень важно. Почему? Потому что просто-напросто вычислительные мощности не способны вытягивать, ну это одна из причин, не способны вытягивать, собственно, моделирование объекта целиком. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...